но вы поехали дальше тут такими темпами мы это и за день до братска не доедем уже время 12 я шучу туда братска ехать осталось 220 километров опять побелели все через белый-белый стал песочка соли насыпали машина белая-белая кошмар чума за чума за нужен мыть будем мы уже перед заездом сервис нормально за день световой на задней передаче можно это убрать когда ехать ветер смотрите как эти штуки грузится обмолвение ветрище просто с ног сносит у меня расход у пустого 33 2 сейчас получается он как раз встречные ну и плюс горки вообще не едет я думаю вам слышно какой вид руганища дровы 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 и тут дровы и там дровы или дрова дровы наверно железногорск рутногорск вот видите налево там железо добывают но тоже сруба там железо там руда или там руда и там железо оля кто-то рутногорска то еще простите меня 93 километра нифига себе железногорск поближе 18 рутногорска 93 там дорога то хоть есть 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 в розе но наши наверно мы туда не доедем потому что доедем отсыпали вот песок с солью дрова подсохла все белое белое сюда ехал так купил подъем не был к этому спускаемся ось или мы килиму по моему или им же река здесь да ну тут вот тут тоже такой хребет хороший вот или внизу течет получается между двух хребтов вот этот хороший и после или мы пойдет на подъем тоже такой неплохой но они здесь более-менее ровные плане того что нету этих лево-право зигзагов можно туда в лес ехать но это к речке наверно чтобы попасть дорожка введена как эта база или что там с правой стороны там домики какие-то и лима красавчик когда вскрывается тоже наверное где-то в мае смотрите какая река широкая там люди отдыхают ли это работники какие у нас лена скрывалась там где мы жили в сибири где-то вот в районе майских начале мая всегда там ну плюс минус там неделя-две учета так вот обычно на 9 мая я думаю что взять или где-то тоже также пример видеть белая белая дорожники пробежались песочком отступали зато сухо хорошо это белая от моем потом соль соль не пугайтесь горит это просто соль 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 вчера получается здесь хороший снег уволим здесь и там вот тезка говорит что вот от полуна горит и пошло 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 и братской все это вечер увидите а мы а вы вчера ну с братской выходили мы все по сухому что бежали мы от этой тучки кстати может не радовать в общем то вот и все ребят и закончился но подъем я имею практически так только сейчас не такой крутой в эту то сторону подъем отсыпан а в нашу тут и не разгонишься это второй разбитый участок не такой уж тут и подъем видишь подшлифовывает давайте-ка наверно мы газку подкинем в нашу сторону забыли вон видите срабатывает шлифует а то подымет как вы думаете должна поднять нашу сторону чет решили не сыпать не знаю почему сок кончился или ведь не наша территория горит за мостом все ничего не знаю я подняла без проблем да еще не до конца будет шлифует малость но даже разгоняться умудряется залезли в запросах ну вот 125 на братска уже в общем надо уже начинать подумывать о том ой 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 тише где-то может можно было даже вот здесь короче надо стать чрево угодничать поворот захотишь и виляет виляет только сыпется тут снил он со всех сторон поднялись главное спуститься теперь вот впереди какой-то поселок или городок вилю и что ли что-то такое надо какую-то площадку искать где-то станем пообедаем минус 10 на улице ценник, да? АЗС видим это не видим мы видим ДТ 54 рубля теперь смотрим вот сюда как вам АЗС особенно колонки ё-моё я когда в 80-х годах в Сибири жил у нас тоже там такие были со времен царя гороха обалдеть и чё, следы есть и люди дело в том, что заезжают и заправляются ой да я на улицу не пойду честное слово там такой ветер я даже вылазить не хочу уже была машина обойти но уже пообедаем потом короче у нас обеденный перерыв не, все-таки пришлось выходить зов природы никто не отменял да автобаны но это второй участок еще один перед самым там братском будет не страшно что-то как тут наш лайнер все норм все норм да да я просто балдею даже не 80-е 70-е пошел на подъем ну как этот как боин какой-то на взлет пошел как и этот на подъем на этом УАЗике так колеса все хорошо вроде да но норм пойдем обедать позвони мне позвони в братский звоним шип-адрес сказали здравствуйте алло у меня зовут Алексей водитель я по поводу загрузки на Минск звоню ваш контакт указан но номер телефона как контакты я сейчас в братск въехал со стороны Уськута подскажите может адрес куда ехать где грузиться будем ну конечно да как как еще раз ли и горбун да это это вот туда нужно да получается а там площадка есть какая-то перед там заездом или внутрь там как-то ну то есть перед стоять или можно будет внутрь заехать так ага ну понятно но грузиться до завтра будет ясно хорошо спасибо большое до свидания какой-то лигорвуд нам надо найти лигорвуд брянск может брат брянск давайте попробуем гугли поискать лигорвуд лигорвуд что что-нибудь находит что-то пока гугл теряется ладно лигорвуд лигорвуд братск вот есть вакансии правда вас фотографируют там туда-сюда ой там все так сложно короче я тут сейчас погуглю потом ну поехали пробовать в общем тут рядышком но не там где я тот разгрузился мне отсюда показывает два километра всего то есть в принципе с этой же стороны здесь же все в этой промзоне ну маленько не там где мы были тогда ну и какая-то контора такая тут лигорвуд этот серьезно какой-то прибор переобрабатывающие предприятия вот продамажка ведет как-то по кругу дашка ведет покороче сейчас посмотрим как лучше здесь вот каждый раз еду с правой стороны и смотрю на остатки этого завода какое было какое было когда-то большое предприятие а нам буквально вот можно сказать вот на въезде одни только стены остались все внутри ничего нету только колонна ой потряхивайте я забыл как называется с той стороны когда въезжаешь написано было что был за завод ключевое слово да слово был ничего не осталось вот только лестницы там бетонные и колонны все вот мне рисует через 200 метров повернуть налево одна здесь рисует повернуть налево вторая рисует поехать по кругу вот та же вот и не знаю а вон у меня это да нет я думал или корову там сюда как бы давайте кому сейчас здесь налево ну тут дорога широкая в общем-то и отсюда получается ехать один километр вот туда 20 попробуем дорога то широкая может и нормально если нет развернемся тогда о и Машка пересчитала о вдвоем загорланили а что ты не хотела сюда ехать пиломатериал из лиственницы но понятно что мы повезем лиственницу елка сосна у нас у самих беларуси есть вот лиственница у нас не растет пользуются спросом я тогда когда перед новым годом привозил то в 2018 сказали что ой как пользуются наши эти так и что дальше куда направо где-то дальше показывает мне показывают вот сюда направо сворачивать что-то мне тут вот сюда вот направо вот сюда направо что-то мне как-то стрёмно если честно вот сюда направо поворачивать не-не-не-не-не нам явно не сюда надо посмотреть но точно не сюда на грузовике заезжать что тут вот и типа мы сюда приедем а так надо надо как-то по-другому ехать вокруг все-таки надо лучше вокруг ехать но что не сюда так это факт нет нет как-то все странно то что мне не сюда это точно вот как-то выдает два адреса вот вот здесь вот улица этих лужки тут или что здесь такое и дальше и вон с правой стороны вот там тоже что-то дымится и вот как бы дорога туда ведет может мне все-таки туда надо сейчас попробуем проедем как бы получается два километра если не туда тогда там развернемся два с половиной там тоже какое-то вот предприятие видно что деревообрабатывающие везде деревообрабатывающие вон впереди видите мне показывает что один этот адрес выдает что там второй выдает что вот в этих домах частных какой врет сейчас поспорю спуск если это не сюда так развернемся все равно пока развернуться было ну было где ну ладно два километра проехать в принципе все рядом один улица трактовая вторая улица лужки лужки не бушают доверие нифига я тут тоже шлифую вроде же асфальт а что я шлифую так вот справа что-то видать какая-то здрасте хорошо что сухо кататься здесь так на мой право да как бы направо и мы в общем-то считайте и приехали вот лесопилка какая-то вот какие-то доски а вон наверное да да Легарвуд точно вон указатель я эту фотку видел правильным курсом идете товарищи только в такие эти мы заехали что-то я батон купил а чуметь вот это дебри Легарвуд вот он мое место назначение находится справа там промзона тут так промзона смотрится они работают хорошо хорошо завтра мы тут вверх то наверно потом не поедем придется назад скатываться придется назад скатываться по-любому наверх кто здесь не тронется пойдем узнавать здравствуйте здравствуйте лекарство да все там не точно а pos что или сп Cut ap ап 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...